Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своём канале! В сегодняшнем видео мы с вами обсудим очень интересную тему, как понять, что ваш канал зашёл, и он набирает, и у вас всё окей. Потому что много и часто бывает так, что публикуешься, публикуешься, смотришь, последнее видео не набирает, всё, нос повис, ничего неинтересно, не получается, не хочу, не буду, бросаю, не снимаю. Например, иногда такое бывает, в этом я сняла отдельное видео, тоже я выложу на своём канале чуть позже, как понять, что канал не зашёл, и что делать, какие варианты развития событий, почему такое бывает. А в этом видео, как понять, что зашёл, зашёл. Так, ну, как бы, это всё очень важно, зависит от вашей темы. И, внимание, от того, как часто вы публикуетесь. Публикуетесь. Вот это видео конкретное для тех девочек, мальчиков, которые регулярно, систематически, как минимум раз в неделю, а то и два раза в неделю, а то и чаще публикуют видео на свой канал, которые не мешают тематике в одну кучу. Тут у меня готовка, а здесь я с собачкой гуляю, а вот здесь вот я с детьми на великах катаюсь. Вот это вот, каши у нас нету, мы работаем конкретно по какому-то определённому... Там у нас собаки идут, я же сегодня на велику. По какой-то определённой теме, понятно? Вот мой телек, телек, велик, я на нём катаюсь, сейчас продают люди, и я с вами продолжу разговаривать. Вот. Итак, ребята, значит, смотрите, какая фишка у нас в этом деле. Мы публикуемся в одной конкретной узконаправленной теме на протяжении одного, двух, трёх, возможно, четырёх месяцев. Но, как правило, это на второй месяц показывается, что да, тема зашла, и канал зашёл. Когда у вас на фоне остальных видео какое-то одно видео, одно видео, вы видите, что постоянно набирает. Вот одно видео зацепилось в поиск и набирает. Вот это очень важный показатель. Вот, к примеру, у меня на одном из моих каналов, и не на одном, а на многих, вот так вот и происходит. Значит, одно видео зацепляется, и ты просто публикуешься, чтобы это видео у тебя держалось вот в этом поиске, чтобы не вылетело из алгоритма. Вот это основной показатель. Если у вас за, скажем, за полгода работы, ещё раз повторюсь, регулярно, систематически публикуясь, понимаете? Если вы регулярно, систематически публикуетесь, и у вас нет просмотров, вот на всех видео у вас 20 просмотров, 30 просмотров, на всех, на всех, на всех, на всех. Это говорит о том, что тема не зашла. Не зашёл ваш канал, куда-то случайно попал не в ту сторону, какой-то баг. Возможно, вы неправильно пишете теги. Ой, возможно, вы себе пошли, купили подписчиков и ждёте, что вот у вас сейчас всё свалится в небо, а вас запихнули просто под фильтры и никуда не пускают дальше, потому что YouTube жёстко и строго наказывает каналы, которые покупают подписчиков и покупают просмотры. Реально, это очень всё отслеживается, и можно потерять за это канал. Когда вы понимаете, для себя проанализировали, что ваш канал, вот реально, я стараюсь, я публикуюсь, я каждый там день-два закидываю видео, видео по одной теме, всё прописываю, теги, описания, названия, ставлю какие-то красивые картинки, более-менее удовольствуемые. Понимаете? Но канал не идёт, вот здесь вот нужно принимать меры. А если вы всё делаете правильно и смотрите на свою статистику, и у вас одно видео стабильно, регулярно набирает, всё, ваш канал в теме, он попал в алгоритм. И уже здесь зависит именно от тематики вашего канала, как быстро пойдёт рост. И от везения. Везения никто не отменял. Дело в том, что бывает такое, что канал вроде бы какой-то непонятный, какие-то непонятные на нём картинки, цифры, и он такой бас и уже в топе. Потому что вовремя где-то там опубликовался, где-то был спад просмотра, кто-то не запубликовался, а он успел. Понимаете, тут как бы везения никто не отменял, поэтому здесь такое бывает в Ютубе, что вроде бы как бы что-то то, да не то, да, вот как-то вот бывает, бывает. Но я ещё раз хочу сказать, чтобы я вас не запутала, потому что, возможно, уже и запутала, что всё-таки, если у вас одно из видео в течение двух-трёх месяцев после начала публикации, регулярной систематической публикации на вашем канале, набирая там больше тысячи просмотров, две тысячи просмотров, понимаете, вот так потихонечку оно капает, 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 набирает. Вы идёте в аналитику, смотрите источники трафика, и у вас показывается, что в рекомендуемых видео, возможно, не такой большой процент. Есть там поиск Ютуба. Это говорит о том, что алгоритм ваш канал куда-то зацепил, где-то определил и где-то уже показывает. Вот очень важный фактор, понятно? Когда одно из ваших видео, не обязательно все, не может быть такого, что все ваши видео моментом и сразу начнут набирать. У нас прекрасный весенний лес, но на камере смотрится, как вроде я в каком-то... Просто по калициске хожу, понимаете? Ну, это неважно. Всё, ребята, смотрите. Я надеюсь, что я вам объяснила, да? Давайте ещё раз, хорошо? Потому что я повторяюсь иногда для того, чтобы вы, возможно, более чётко услышали. Кстати, насчёт обучалок, вот насчёт обучательных видео, я заметила, что если я не повторю 3-4 раза за видео какую-то важную вещь, меня эту вещь потом 3-4 или 5-10 раз переспрашивают и уточняют, а действительно, а нужно ли и так далее. Поэтому, девочки и мальчики, повторяюсь ещё раз. Если вы регулярно, систематически публикуетесь на вашем канале, а это 1, 2, 3 раза в неделю или каждый день, так, можно и 2 раза в день, это без вопросов. Вот. Если вы публикуетесь в одной теме, да, в одной теме, в течение 2-3 месяцев, не меньше, так сложно потом с самого начала, вот за 1 месяц понять, канал зашёл или нет. Вот 2-3 месяца работы, и у вас одно из ваших видео, набирает больше всех остальных. Это говорит о том, что тема зашла. Ваша тема, ваш канал зашёл, и он ранжируется видео. Ютубом, и где-то там в поиске, возможно, в рекомендациях его показывают. Вот это очень важно понимать. Не обязательно, что ваше видео, которое вы публикуете, каждый раз новое, будет набирать всё больше и больше просмотров. Это очень редко бывает. Алгоритм сейчас так работает. Он одно видео зацепляет в поиск или в рекомендуемое, и там себе его мотают. И чуть-чуть больше с каждым месяцем вы получаете больше, выше трафик, и, возможно, ещё какое-то видео наберёт у вас чуть-чуть больше просмотров. Понимаете, вот это очень важно понять. Потому что мы с вами ждём, что у вас сразу, сходу, через 1 месяц, будет уже миллионы просмотров на ваших видео. Увы, такое бывает, но очень редко. Для того, чтобы куда-то залезть, нужно как минимум год, ребята. Как минимум год. В некоторых темах, которые касаются личного бренда, психологии, там куча всяких разных вещей. Вот здесь вот очень сложно пробиться, особенно детская тематика. И здесь, ребята, ну я вам говорю, реально, там не то что года, там иногда и полтора, и два года нужно работать, чтобы пробиться куда-то вверх. Ну, понятное дело, без вложений. Понятно. Но если вы, сразу говорю, спасибо, что досмотрели до конца, публикуете раз в месяц, и стонете, что у вас канал не идёт, не растёт и так далее. Ребята, раз в месяц, это, извините, пожалуйста, дико мало. Вот, говорю как есть. Никто с вами не будет работать, если вы публикуетесь раз в месяц. Вот так и просмотры будут идти. Вот так и алгоритм будет с вами работать, если вы раз в месяц публикуетесь. Поэтому смотрите адекватно на ситуации на вашем канале. Я публикуюсь регулярно и систематически, смотрю, что есть просмотры на каналах конкурентов. Есть у меня видео, которое больше всего набирает, может быть, два видео. Значит, всё окей, вы идёте в правильном направлении. А если не так, я сняла отдельное видео для вас. Пожалуйста, посмотрите. Скоро выйдет. На этом всё. До новых встреч. Хорошего вам настроения. Пока-пока.